добрый вечер добрый вечер меня зовут ольга я ваш постоянный слушатель и мой вопрос еще как бы из старой жизни до того момента как случилось но он остался все равно актуальным у меня есть брат и его дочь недавно стала там я не буду называть имя и фамилию она известна чемпионкой всего на свете спортсменка и умницей красавицей с братом мы росли у нас есть родители мы росли в такой академической деревне родной брата разница в семь лет там я ходил в магазин ездил за молоком всегда считалось у нас нормальные отношения но когда его дочь стала известной наши отношения между семьями были такими как бы ну никакими но вроде бы как приличными обратно родной единственный брат единственный родной но мы как бы поддерживали вроде как бы приличные отношения там встречались у родителей на юбилеях и тут дочь становится сначала чемпионка россии и я думаю как раз после нового года блин у надо же что-то сделать мой дорогой подарок и заранее примерно представляю что меня ждет звоню и говорю что вот давай хотя бы прийти познакомиться если не знакомы до сих пор и ну как-то поздравить подождите вы не знакомы с племянницей были с ее рождения да я не знакомы а почему то есть брат раньше вас были плохие отношения что они считают что они как нормальные родители считают что они нормальные несколько раз приезжайте домой а как можно считать нормальные отношения практически никаких женщина оля вы меня слышите да как можно считать нормальными отношениями даже племянницами что же там нормально вот вот я тоже считаю что ненормально но а что вы можете сделать вы можете только что не предложить какую-то жест обратно как объяснил то что давайте познакомиться например вот я предложила познакомиться подождите вот у нее родился ребенок ольга нам тяжело разгадить вы меня не слышите да я слушаю внимательно смотрите вот у него у вашего брата родился ребенок вот значит живо жена да ваша невеста как она забирает ребенка из роддома вас не приглашаю да нет дальше ребенок появляется дома вас продолжает не приглашать нет вы звоните поздравляете как это происходит или вообще не знаете что ребенок родился и но об этом вы узнаете как-то как-то косвенным образом ну и нафиг вам такой брат да вот я тоже для себя решила что нафиг мне это я вас перебил расскажите историю до конца покупайте у дорогой подарок и идете поздравляет чемпионку я пытаюсь написать и ну да я написал начал не можете просто прийти давай вот как-то и мне два раза отказали что нет нельзя я подумал ну ладно хреново рассказала об этом родителям окей продолжаем жить дальше проходит год девочка становится еще раз чемпионка россии чемпионкой мира при этом образ семьи который рисуют прессой ну и вообще ну известный человек он идеальный вот типа семья профессор там интеллигентная семья прекрасная девочка прекрасное воспитание все чудесно но как быть одна тетя есть этой сестра жены а вот второе не существует я думаю блин что ж такое такая победа такой этот причем я пишу поздравление на поздравление отвечают да спасибо спасибо брат отвечает да спасибо июля отвечает да спасибо мы получили так спасибо приятно и пути по нормально вот на вот эти типы вот типа вот типа нормально и выигрывает она чемпионат мира практически свой день рождения и день рождения моего брата и я еще раз прохожу эту дорогу я поздравляю брата с днем рождения потом поздравляю его с победой потом когда они возвращаются с маврики я говорю слушай ну давай наконец познакомимся а у вас моя настойчивая девушка да ну как то надо для себя поставить этот поставить вот эту точку для себя надо с собой поставить брат здесь не поможет понимаете ну то есть вы как бы неуёмно я вот о чем я то что головой понимаю но больно я не понимаю а еще из-за родителей которые в этой ситуации занимают позицию ну что делать мы на этом не повлиять не можем мы считаем что этот зачем вам все это надо я понять не могу родители зачем дергать но нет у вас брата и нет брата в чем проблема то и кстати не думаю что все так хорошо видимо какая причина все-таки была правда не было причины то есть вы росли не разлей вода самые близкие люди были разлей вода у нас разница семь с половиной лет но как бы я всегда была старшей сестрой которой было куча домашних обязанностей идеальная дочь такая которая вечно все делает помогает и поддерживает но вот мне в этой ситуации конечно не только брат волнует ну собственно наверное что тут волноваться которые для меня вот как-то непонятно и оскорбительно то есть я говорю папа так хреново ты должен сказать мне по крайней мере что так не хорошо и что так не поступают что ты не можешь имитировать семью если вот так поступает со мной мой брат он говорит я ничего не могу сделать ничего говорить не буду я к этому отношения не имею папа правильно говорит я только вас не понимаю если честно почему ваш брат не хочет с вами общаться зачем вы к нему пристаете с этими поздравлениями понять не могу может и не приставали и не один раз вы знаете вот я не знаю вот читали ли вы книгу мою может правила мои слышали у меня правилах есть такое третье называется если что-то не нравится скажи один раз ну в один раз брату сказали ну да еще не два думаю что вы это делали много лет нет но как минимум пять раз три раза там дни рождения пошли следующие победы не два раза точно предложение познакомиться прозвучало два раза но дальше вы начинаете поздравлять зачем вот на этом я остановилась когда второй раз мне сказали нет все на этом место смотрите есть какая-то причина вам легче будет что эта причина вне адекватности вашего брата просто неадекватный человек просто не все люди как бы здоровые так легче стало то есть внешне то все здоровые я и он да я сам внешне здоровый я копнешь я не могу понять что вы хотите человек не хочет с вами общаться вам зачем это надо я хочу задать вопрос даже наверное большей степени скорее про меня потому что ну во первых во первых это болезненно бьет по моим отношениям с родителями которым не начинают родители не обязаны отвечать за вашего брата если бы это был просто мужчина там неважно друг бойфренд развернулся шла закрыл дверь живу сама на свои деньги плачу сама по своим счетам принимаю решение свободная женщина полностью за себя отвечает но когда дело касается семьи и например отца которого ты любишь свою жизнь то если тебе не нравится глубоко его поступок очень сложно закрыть дверь и поступить вот таким образом то есть вот меня это мучает но не то что мучает временами приходит до сих пор и блин как отец как-то трактует поведение своего сына ну мне кажется что у него ему все равно наверное вот этого позиция то есть он не вникает не углубляется не пытается объяснить вам ну типа доме не хочет общаться и не хочется его право да и зачем вам обижаться теперь на отца а что отец должен был умереть забраться что ли не пойму сказать брату нам не нравится твой поступок да вы это вы хотите а вот считаю что брат не хочет не общается этого дела может быть у брата обида какая-то на вас откуда я знаю тут два варианта или есть причина или брат не очень адекватный человек выбирайте ну какой бы я не выбрала мне конечно легче не становится эту проблему надо взять психолога и решить эту проблему которая сейчас отравляет вашу жизнь ничего не происходит а вы в обиде находитесь при том видимо по поводу брата уже нет обиды по поводу отца теперь добрый вечер говорите а у меня такая ситуация вот это недавно была собираюсь ребенок заболел я собираюсь в больницу и тут у меня муж что-то такой раздраженный они часто такие ситуации бывают и он на меня срывает ты чё так медленно собираешься по штану мало жила я это муж так сами разговаривают это муж с вами или с ребёнком так разговаривает бывает дочери по вашим правилам не отвечать только на вопрос и не отвечать когда не спрашивают а это третий правила вы так что проходили этого мужу говорите что мне это не нравится но там очень неприятные последствия дело в том что муж скорее всего после вашей фразы не изменится правда но не нравится не нравится ну вот вы сказали один раз а по третьему правило только один раз вы можете сказать дальше у вас есть две опции или вам нравится или вы с ним разводитесь чтобы обиды не было внутри вот смотрите муж один раз один раз только сказал ты чё штаны наложила вы ему говорите мне не нравится этот разговор еще раз так скажешь я ставлю разведусь он сказал вы развелись что здесь непонятно я вас обожаю то значит вы штаны наложили подождите так у вас обида объектив вас обида объективная потому что вам плевет в лицо вы утираетесь и говорите а если не разводиться ну тогда вы будете обижены ходить с такой мамой я не знаю чем ребенка мама сама прогибается поэтому что может ребенку помочь ничего не очень понимаю ребенок видит что мать утирается слышит дальше всякое дерьмо про себя и ничего не делает ну а обижается да а чем вы можете помочь почему вы чем вы можете помочь ребенку когда вы сами ничего не делаете вот мне тоже интересно а как вы можете помочь ребенку и муж бросается на колени просит прощения прости пожалуйста да да иногда просит в основном извиняюсь вообще парень золото я смотрю я думаю что вы другу поняли а почему вы боитесь я понятия не имею то ли вам деньги нужны то ли еще что-то ну наверно есть какая-то причина любите его страшно да любите больше жизни прямо мужа любите страшно да любите на здоровье у меня все это разговор ни о чем дальше пошел да друзья мои как сказал андрей кнышев был такой юморист 90 он сказал так уже устроен человек тебе уже так не устроится вот кстати вопрос от слушателей про хамство как лучше отвечать на хамство в ответ хамством или интеллигентно не замечать особенно если хамять люди старшего поколения смотрите все зависит от обстоятельств а в какой-то ситуации вы не замечаете как будто это вас не касается в какой-то ситуации вы отвечаете но единственное что по моим правилам отвечаете вы про себя вот не сам дебил да мне это не нравится но как я уже сказал третий правило так интересно устроено его сколько лет прошло с того времени когда эти правила написал у меня нет желания ничего менять настолько все правильно и мне все нравится что я ничего не хочу поменять не третье правило устроено так что если вы сказали мне не нравится а всех продолжает хамить то дальше вы с ними вообще не общаетесь как-то вот так да вот тут говорят особенности хамит лобковский если хамит и вениамин это мы правильно мне для этого посадили сюда кому-то же надо телефонный звоночек возьмем здрасте добрый вечер михаил добрый вечер меня зовут владислав 34 года москва такая ситуация у меня отец мой он очень двух лет меня воспитывает но у нас отношения настоящие отец и сын мы так не поднимаем тему что мы не родные по крови да потому что ну сделать ребенка не сложно воспитать другое дело поэтому тут все нормально у отца был большой бизнес достаточно большой по российским меркам я собственно всю свою сознательную жизнь проработал у него вот последние четыре года все это разрушилось ну это одичная тема а вот я устал хочется что-то свое ну там поменять жизнь полностью несмотря на то что москвич переехал регион сделать какой-то маленький свой бизнес просто вот начать жизнь с нуля с чистого листа потому что здесь перспектив я не вижу хотя помогал как мог вот представил свою позицию отцу он считает что если я так делаю то я его предаю и бросаю на тонущем корабле а папе сколько лет он достаточно молодой для того что мне 34 ему 53 вот вопросов как тварь я дрожащие или право имею вы в любом случае имеете право никакой роли не играет биологическую или нет потому что вы не можете быть заложником своих родителей это бред полный взрослый человек папа может считать что он хочет этого проблемы но вы не можете из-за чувства вины стать его заложникам это глупо это хреновое чувство и долгой благодарности это должно быть все естественно из-за чувства долга не надо вообще ничего делать делать надо все по желанию если такого желания нету то чувство долга превращается в чувство вины понимаете то есть когда я пытаюсь жить как я хочу то я плохой человек и папа кстати мне об этом и говорит ты меня бросаешь и так далее хотите с папой в эту игру поиграть поиграйте я понял то есть надо жить своей жизни абсолютно и папа не может вам такие вещи говорить вы не должны с ним ничего делать это какое-то время вы это делали вам это было интересно сейчас вы не хотите это ваше право вы не папин заложник у меня все что нам еще интересного пишут четыре с половиной года ходила к психоаналитику сейчас решила прервать сессии так как не ощутила желаемого эффекта как впадала в периодическую апатию так и впадаю как пережить период отмены сессии с психоаналитиком спрашивает татьяна из новосибирска ну как минимум можно поменять на более резвого психолога который четыре с половиной года друзья мои не скажу про психоаналитиков они очень замороченные у них только первые сессии ознакомительные могут ли 20 занять я всякой слышал там один у меня товарищ ходил так на него психоаналитик посмотрел и сказал так значит восемь раз мы встретим все это ознакомительные сессии ну и потом года три вы ко мне походите когда прошло три года товарищ стал бухать еще больше аналитик ему сказал так думаю еще года два нам надо поработать когда через два года совсем стал спиваться говорит сказал мало 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 времени прошло мало года бы четыре еще я говорю ты дебил что ли мне просто денег много теперь как правильно правильно вы должны хотя бы за первый месяц а первый месяц у обычных психологов это четыре раза но даже за две недели два раза вы должны чувствовать хоть какую-то положительную динамику что от того момента когда вы пришли первый раз у вас что-то сдвинулось с мертвой точки вы чувствуете хоть какие-то улучшения все остальное это пустая трата денег и времени звоночек у нас есть сюда там пару минут до говорите у вас две минуты здрасте здравствуйте я в эфире боже мой наконец-то меня зовут эльвира михаил очень приятно эльвира на вас две минуты говорите быстро говорю очень быстро конечно хотел больше ну ладно и хайл накипела я красивая молодая хорошая хозяйка я умная вам не все хорошо сколько вам лет как же вам не стыдно эльвира вы же были замужем что мужчина нет я не выхожу у меня нет никаких долгосрочных отношений после после брака а давно развелись давно лет 13 назад вы сейчас шутите что ли я понимаю что вам не живется вы были в браке вы говорите мужчин нет вас были какие-то любовники вы говорите это общение то ну как так можно то тут делать такое по заказу они не работает тот самый или про любовь это вещь такая спонтанная неожиданная пошли мусор выносить и вышли замуж а вот не так что типа я знакомлюсь хожу на свидание любви не так это не работает но вообще вас не так все плохо я смотрю да во мне вообще все прекрасно я почти идеал и я это знаю и и мужчины мне это говорят но тем не менее серьезных отношений меня нет да давайте перестать жить в этом режиме ожидания что вот сегодня наверное я встречу ну может быть ну завтра на меня точно встречу эльвира вам надо научиться жить самой тогда вы встретите а пока вы всеми ожидаете вы только усугубляете проблемы и кстати привлекаете совсем не тех мужчин я хочу сказать это я знаю для этого надо просто перестать ждать начать жить своей жизни и тогда все наладится а элина нам пишет 24 года и у меня боязнь тошноты рвоты хотя последний раз рвало 6 лет назад и до этого бывало крайне редкое из этого страха вырастают другие боюсь летать на самолетах выходить из дома и так далее потому что боюсь что стошнит и люди будут посмотреть иногда я думаю что придумала себе этот страх чтобы хоть чем-то отличаться от остальных людей потому что особых достижений в жизни у меня нет может ли это быть истинной причиной страха дело в том что истинной причины страха вы назвали сами вас не тошнота и рвота пугает а косые взгляды людей это собственно есть проблема когда вам будет по барабану что про вас люди подумают вас отпустят сова по себе тошнота с рвоты вас вообще не пугает вас пугает реакции людей когда вас тошнит а какая людей может быть реакция да вообще по барабану кого-то тошнит поэтому лучше подумайте о том чтобы стать независимой от мнения других людей и вас пройдет ваша фобия у нас звоночек алло здрасте добрый день меня зовут алюстина очень приятно услышать мне 20 лет я звоню из города рязани вопрос следующий мы с человеком в отношениях три года в новогоднюю ночь он делает мне предложение вот до этого я очень так сказать напором брала вот говорил что мне нужна семья и дети и никогда мне делал предложение я поняла в январе не что этот человек не мой в декабре месяце я встретил молодого человека мне как бы нравится сейчас мы поддерживаем с ним отношению и отношению и получается что я на двух стульях вот скажите пожалуйста у меня до сих пор в голове хаос и более того феврале месяце я съезжаю первого молодого человека к родителям продолжаем жить и общаюсь и с тем и с тем помогите пожалуйста разобраться мне будет лучше не выбрать первый молодого человека или второго или все-таки себя и начать жизнь по-другому думаю что вы уже сделали выбор что вам не нравится ни один из них объяснить почему от первого съехали и замутили со вторым это как вы с обоими общаетесь понятно что 2 тоже ни о чем потому что если вы влюбились вы с каким-то одним общались поэтому вы как нормальный женщина не упускаете возможности держите обоих за разные места но тем не менее вы сами сказали что когда вам взял предложение вы поняли что он не вар так зачем с ним дальше общаться какой смысл объясню я буду кратко я буду кратко он хорошо зарабатывает он ко мне хорошо относится у меня были проблемы со здоровьем он отвезет привезет более того я знакома с его родительниц его друзьями наверное более по-женски как-то звучит то есть он для семьи и я знаю что он никогда не изменит я этим конечно не отличаюсь будем честны но я не конечно не хочет от нас страну не нравится половые отношения объясню почему здесь меня не трогай там и не трогай и наверное из-за этого я замутился вторым и сейчас я понимаю что если я сейчас выйду замуж роспись у нас на 11 июня уже март месяц прошел и мне нужно что-то решать скажите пожалуйста как мне быть у меня полный хаос в голове я боюсь его отпустить и вот в голове один вопрос я делаю или неправильно вы неправильно все делаете я вас не расслышала все делаете неправильно делаю неправильно что я его отгоняют себя то есть вот я сейчас обрублю все и его больше не будет в моей жизни то есть мужчина хороший вы неправильно делаете то что сидите на двух стульях мутите с обоими то что вам не нравится секс а вы собираетесь замуж уходить и остальной бред неправильно здесь все знаете мне еще что говорит я хочу детей а я детей не хочу я хочу сейчас открыть свое дело и не тот момент сейчас для детей а он вот и напором берет давай 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 ребенка давай ребенка а вы то зачем даже если сейчас не все обрублю как мы потом с этой мысли жить то есть вот как обрубить вот это скажите ну сказать что вы не хотите больше мутить и все а потом у меня будут в голове правильно я сделал или нет но для этого есть психологи специально обучены раз проблем это не с молодыми человеками с головой у меня все спасибо вам большое до свидания до свидания до свидания здравствуйте ой неожиданно да так я очень вами восхищаюсь вы мне очень симпатичны спасибо но я замужем я замужем 15 лет я надеялся да да ну и ну может я даже и разведусь бы я просто не москве живу более на юге на юге москвы нет нет на юге страны на каракубах так даже не знаю если честно даже тему не знаю а ну примерно беспокоит вопросы страхи да какие-то я там не знаю что беспокоит ну вот меня беспокоит я живу браке у меня трое детей все было прекрасно но я переехала в другой город и встретила свою первую любовь и теперь я все время думаю о нем и служим не ничего не получается то есть мы чужие стали люди и в постели и все как бы чужие ну дело в том что со стороны того человека ну как бы тоже он ко мне и у нас была большая любовь чувствует а чё ж вы тогда в школе-то не замутили мы замутили в студии не в школе ну а потом еще разошлись а потом ну у него была девушка у него была девушка но я все равно встречалась сейчас на ней женат получается да он женат я замужем и мы периодически там переписываемся ну понимаем что мы как бы скучаем друг по другу но я вот не пойму все равно себя я вот представляю с ним если я встречу что я ему скажу но в то же время поздоровать сначала здравствуй ну ну наверно и я просто я переживаю может зря я страдаю на самом деле нет страдаете 100 процентов зря это я сейчас могу сказать страдаете вот точно зря да да я тоже ну вот как это все отпустить вот я вам нечего отпускать там нечего отпускать у вас ничего с ним нету более того когда был он выбрал не вас поэтому все в вашей голове происходит ну помолчим ладно что ты скажешь нет нет я я не молчу просто я думаю а как вот теперь наладить с мужем отношения нет давайте в одну кучу с мужем наладить как-то таким способом не знаю что у вас проблемы какие с мужем а про парня узнаете такие истории часто бывает когда одноклассники появились сеть то просто по войны и детской любовь всех 70 лет накрыла на самом деле все гораздо проще вы были студентами у вас любви с ним не было потому что он с другой девушкой встречался а вы были еще кроме девушки то что вы к нему так относились и шелком так относятся прошли года ему видимо тоже брак немного надоел вот теперь решили еще в любовь поиграть но отпускать нечего потому что когда вы были молодые с его стороны тоже ничего не было он же не предложение вам не сделал не женился на вас поэтому чё там отпускать я не очень понимаю подумайте об этом добрый вечер меня слышно очень хорошо как вас зовут меня зовут юлия михаил очень приятно михаил я знаю как вас зовут михаил я понимаю что времени мало наверное постараюсь очень быстро компакт у вас возбивать некуда сейчас 43 минуты полно ой отлично как раз я буду в пробке с вами разговаривать и так у меня у меня страх у меня фобия я боюсь скорости из-за этого я недавно сломала руку упав с лошади я упала с лошади потому что она понеслась очень быстро я испугалась скорости и решила сама с нее спрыгнуть но спрыгнула неудачно и сломала руку будучи за рулем вот хочу пояснить что за рулем то я не боюсь скорости дело в том что ну я саму себя разбирала безусловно когда я контролирую ситуацию руль я контролирую я в любой момент могу нажать педаль тормоза и машина чуть замедлится с лошадью немножко не так с ней надо как-то очень долго взаимодействовать чтобы она поняла что надо притормаживать так поэтому я начинаю бояться зажимать глаза мне очень страшно страшно я пытаюсь избежать этой ситуации я в том числе и боюсь всяческих каруселей потому что там вот меня крутят да и я не могу повлиять на ситуацию чтобы это остановить когда мне вдруг станет страшно так все могут да все как сказал гавлет вот из-за коищем чем вопрос вопрос вот ходила к психологу с этим запросом вроде как разобрали его вроде как ну там было другое начали проработать другое страх вроде бы исчез как мне показалось но вот потом в декабре я опять почувствовала эти эмоции мне стало страшно я спрыгнула с лошади на скорости и сломала руку то есть я избежала ситуацию упав с лошади сама специально вопрос то будет вопрос что он не делается своим страхом что за причину с этим страхом откуда это взялось почему что делать со страхом больше не трогать лошадь наверно второе вы боитесь не скорости а ситуации которые вы не контролируете да это не одно и то же люди боятся то что они контролируют а многие из-за этого них аэрофобии например они боятся самолетов потому что они не контролируют полет да хотя скажем на машине ехать более стрёмно чем на самолете летать но по количеству аварий это вообще не сравнительно люди машины не боятся а самолета боятся потому что как вы говорите вы под контролем все руль держите можете на тормоз нажать а в самолете вы не руль не держите не знаете где у самолета тормоз правильно на самолете-то мне не страшно но вот вам страшно любая ситуация которые вы не контролируете оказывается там не самолет а там лошадь что-то еще что-то скоростное такое на карусели карусели и так дальше ну а что с этим делать ну например я не катаюсь на лошади я катался на лошади там пока научишься всю задницу отобьешь мне процесс не понравился я покатался весь лес я не люблю карусели но однажды когда у меня ребенок был маленький ей было лет 10 она попросилась на американские горки притом не просто горки это не в россии было а есть такие прямо жесткие горки где огромная петля и ты висишь минуту две вообще вниз головой вот и мне это было жутко неприятно я думал ребенок сейчас засмеет отца так нехорошо я туда полез это было реально неприятно вот я не катаюсь на американских горках то что мне не нравится я не фанат адреналина вот если вы просто не делайте то что вам не нравится и не надо никаких проблем вот и все слезьте с лошади слезьте с каруселей и будет вам счастье я спасибо да не за что ну судя по разочарованному спасибо чек рассчитывал как ему психолог объяснит наоборот чтобы он избавился от страха и дальше катался на карусели на лошади но я пошел легким путем послушайте еще предлагали лошадь тоже психологу сводить кстати и карусель втроем так что у нас написано или будем на звонки отвечать чему бы а у нас звонок здрасте здравствуйте здравствуйте меня зовут ригян города тюмени звоню 35 лет мне откуда вы звоните город тюмень а зовут вас триньян триньян у вас французское какое-то имя да нет она немножко полу греческая ну там даже так важно давай переходить к вопросу смотрите у меня короче ситуация такая четыре месяца назад не усложна вот усложна из-за того что у меня был конфликт из-за того что она была в действии те два с половиной года она не работала я зарабатывала один но у меня не получалось заработать ровно столько денег только сколько ей хотелось вот сколько сколько могли короче мы ну как раньше она почему не работала она инвалид у вас нет она была в дипетях два с половиной года ребенка ребенок уже все отходит обычно да я об этом курсе просто у нее принципы такие то что если она не работает то ее должен обеспечивать помощь мужчина а она почему не работает не могу отец привил вот эту систему нет так она может и дальше не работать вы поблагодарили короче что она ушла но я немножко не расслышал вас вы сказали спасибо за то что она ушла ушла нет я не хочу чтобы она уходила то есть хотите ее дальше содержать да я хотел просто чтобы она была себя со мной потому что я такой чувствительный человек и как бы боюсь ее отпускать и терять и до сих пор я отправлю чтобы она вернулась да что ваш вопрос нет мы вот договорились короче что ну мне кое-какое время прошло вот четыре месяца я сама не было и через некоторое время я уже договорился конкретно что я приеду заберу ее от родителей то есть смотрите жена не работает работать не собирается не хочет считает что должны содержать ушла от вас а вы говорите а я так люблю ее хочу чтобы она вернулась я ничего не перепутал да все верно и чем я могу помочь смотрите смотрите суть она короче меня приравнивать у нее отец безупречный человек не пьет не курит постоянно работает и она постоянно сравнивает меня со своим отцом якобы я должен быть таким же как он то есть то есть у нее уже детство привито что если она короче в декрете то она не должна вообще ничем не заниматься а когда она из декрета выходит неизвестно не понял она из декрета когда-нибудь выйдет она выйдет и декрета через полгода ну хорошо пусть работает когда выйдет в чем проблема то так а дело в том что я вот у меня был то есть я не могу зарабатывать на столько сколько у нее может быть привилегий то есть какая вам разница я не понимаю привык жить как бы на свою запасу я извиняюсь конечно за грубый вопрос вы подкаблучник я нет точно точно но пытаетесь угодить все время потому что я ее люблю потому что подкаблучник еще раз попробую нет любовь и подкаблучник это другое разное а вот и я хочу сказать любовь это разное это не подкаблучничество да нет знаете что такое любовь вот в вашем случае я как люблю ее я хочу угодить но когда я вижу что у нас если там неадекватные вещи мне говорят я ее пресекаю то есть я говорю что так и так смотрите любовь дайте я договорю значит любовь это ситуация следующая я такой какой я есть зарабатывай как могу нравится бери не нравится пока а когда человек пытается угодить когда его сравнивать с отцом это ощущение про любовь уже не с чьей стороны вы ей пытаетесь угодить она вами недовольна я думаю что это как бы если любовь то не очень нормальная а здрасте здравствуйте михаил меня зовут полина здрасте у меня такая боязнь змеи еще с садика пошла я сам боюсь давайте поговорим об этом очень боюсь я не очень просто боюсь иногда но когда я их вижу у меня прям паника случается а вопрос в чем в чем как это преодолеть да не надо преодолевать так вам змеи а где вы их встречаете ну летом допустим с мужем на рыбалку ездила она там проскользнула в кустах ну то что на рыбалке это какие-то ужики а серьезные змеи которые могут укусить так что вы помрете или вы про африку африканская была рыбалка нет это было у нас в области в Владимирской в Владимирской кстати был случай один раз мы на бале с мужем были фотографировались около моря где там была скала и между ног у мужа проскользила большая змея такая темно-синего цвета мы оттуда бежали просто пятки свои видели но это для меня была конкретная паника у меня друзья живут в Одессе на берегу моря и вот у них дом ну прямо вот если из дома выйдешь до моря на метров 15 10 даже и как-то мы вышли погулять и тут значит там муж жена и жена говорит слушай у нас тут эта же змея приползает морская греца на нашем участке я говорю сволочь нафиг ты миссионеру мотаешь я только вышел погреться она говорит на это я предупреждаю муж говорит я сначала когда первый раз к нам значит на участок приплыла я хотел лопатой зарубить ожидал он говорит не дам это теперь такая лошадь выросла здоровая метра полтора греется мне тоже стало неприятно честно скажу захотелось уйти из пляжа поэтому то что вы их не любите или боитесь это нормально это у нас от предков осталось то что касается страха то если вы змею не трогаете она вас сама трогать тоже не будет змея трогает только в целях защиты когда одеваться некуда когда вы наступаете на нее например да или преследуете ее если вы просто идете и видите смею то она на вас нападать просто так не будет ну что легче стало ну легче обращайтесь ну что друзья мои долгие проводы лишние следы Дмитрий спасибо и до следующего я так понимаю вторника готовьте свои вопросы а я буду готовить свои ответы и вообще как бы живите без страха у нас сегодня так спонтанно получилось что большинство вопросов было связано со страхом просто ничего не бойтесь и будьте счастливыми пока пока пока